Добрый день, Александр Владимирович, директор школы. Мы встречаем вас с нашими панфиловцами. Здравствуйте. Существенность и культура, как всегда, мы все вместе одним фронтом. Расскажите нам. В нашем доме, посвященном мемориальный памятник Панфилову, дом у нас достался нам наследство. Он не принадлежал семье Панфиловой. Похожий, но стилизованный именно под те времена. В 1983 году была раньше комната в том здании, где учился Ваня. Была там классная комната, стояла парта. Но когда материал накопилось достаточно, было принято решение подобрать домишко, потому что дом семьи Панфиловых стал съезжать в реку. У нас Панфиловские недели проводятся шикарные. Ну, как раз вот ноябрь месяц, как раз время вот этой битвы, подвига. То есть весь район к нам приезжает. Мы дружим так уже в последнее время с Сенотской, Воскресенской, со всеми нашими героическими земляками, кто живет на родине, познакомившись на панфиловских слетах. Ну, сейчас я вас приглашаю. Давайте посмотрим экспозицию, зайдем в музей. От лица всех членов Совета музея я рада приветствовать вас всех в нашем мемориальном музее. История музея вкратце такова. В 1965 году в школе номер 3 появилась Панфиловская комната. Учители и ученики постоянно работали над пополнением экспонатов, и поэтому уже к 1983 году комната превратилась в музей. Если это у вас уже заведенная традиция. Валерий Васильевич, пойдем, пойдем. Я справлю. Нет, 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 идем. Васильевич, вы будете право и сломать проектировать. У нас учителя, которые открывали музей. Спасибо. Спасибо. Вы открывали? Вы открывали в каком году? Ну, это было в 1983 году, мы открывали здесь вот. И были только общественники у нас. Были общественники, при школе музей был, учителя, дети и родители. Ну, состояние музея, вы как оцениваете это? Ну, конечно, знаете, неудобно говорить, но почерное. Хранитель ряд проблемных точек назвал. Вот то, что сейчас вы озвучили, ну, и, может быть, по ходу еще что-то возникнет, потому что здание, конечно, старое. Вы тогда откроете заваленку, будет понятно. Вот там понятно, полы и все. На каком фундаменте стоит дом. И, конечно, отопление. Отопление нужно тогда. Обязательно. Ну, и нам всего главное его сохранить в стиле тех годов. В этом году надо закончить этот ремонт, и у нас с вами следующий год. Будем гордиться. Семьдесят пятилетие победы. Мы в этот год войдем уже в сохраненном, обновленном, отреставрированном школьном музее. Он не памятник, а... В 43-м году уже, вот о чем девчонки говорили, присвоили школе звание героя Ивана Васильевича Панфилу с 43-го года. И в последние годы потом здесь обучались учащиеся вот той новой школы. То есть все не помещались, было очень много. Здесь первые ступени обучались. О чем они рассказывали. Здесь был класс за партой. Вот здесь мы сейчас... Ребята есть, которые непосредственно сидели за этой партой. А в последние годы здесь размещался детско-юношеское центро. Ну, дом пионер, проще говоря, здесь. А почему в дальнейшем закрыли его? В дальнейшем, значит, он требует капитального ремонта. Капитального ремонта, то есть, Владимир Петрович. И у нас есть мысли на этот счет, что вот можно в этом историческом здании, дорогом для нас сделать. Вот мы сегодня говорим об Иване Васильевиче Панфилове. Это, конечно, наше все. Но у нас 18 тысяч петровчан, которые ушли на фронты Великой Отечественной войны. У нас 11 героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы. И нам бы, конечно, хотелось в честь вот большой даты такой, 75-летия, представить вот весь героический подвиг всех петровчан, отразить вот в этом историко-краеведческом комплексе имени Ивана Васильевича Панфилова. У нас оно двухэтажное. Нам бы хотелось, конечно, в дальнейшем вот закольцевать там. Если мы пройдем, сейчас посмотрим. То есть мы переходим из зал в зал, и каждый зал будет представлять что-то, ну, свое. Но опять же, пройдем, посмотрим. Так как он участник трех войн, Первой мировой, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, естественно, показать вот весь его путь в поднятии вот по военной карьере. Вот стилизовать все кругом здесь фамилии, выбить всех петровчан, все 18 тысяч, которые были прижданы на фронте Великой Отечественной войне. Это очень правильно. Да, и 70-11 из них не вернулись. И поставить здесь бюсты героев Советского Союза с описанием их подвига. У нас 34 тысяч экспонатов, из них 14. Сейчас там он государственный. Вот, ну смотрите, какие прекрасные вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... И нам на сегодняшний день его передали назад. Но он памятник... Когда отдавали? В 2009 году. В 2009 году. В 2009 году. Вы зачем отдавали? А хотели там открыть учебный заведение. Подождите, вот направление. Знаете, что нравится? Вы решение принимаете? Хотели. Дальше получилось так. И семинария там не стало? Да, и здания. И здания практически не стало. Вот мы, когда наконец-то начнем принимать решение, просчитывая последствия этого решения. Вот это здание, зачем закрыли? Закрыли его, крыша стала очень протекать. Вот, отопление нужно было менять. То есть, оно в ненормативном состоянии прошло и требует капитального ремонта. Давайте ремонтировать. Конечно. Конечно. Друзья мои, просто речь о чем идет? В городе такое количество зданий, где здоровые стены, хороший фундамент, потому что здание не разваливается. Вот, посмотрите, протекает эта крыша. Крышу заватать стоит, пускай максимум 2 миллиона. Внутри будет миллион стоить. Сейчас, чтобы нам восстановить вот это здание, потребуется 30 миллионов. Да. Вот это ко всем к нам и к вам тоже, друзья мои, которые здесь присутствуют. У нас это повсеместно. И опять ищем виноватый. Какое здесь виноватый? Представьте, такое здание было построено в 1880 году. Добротно построено. Для нас это особое здание, потому что памятник истории культурного наследия, связанное непосредственно с жизнью нашего земляка, героя. Героя Великой Отечественной войны, причем человек, которого вся страна чтит. У нас здесь находится, в Саратовской области, в Петровске, здание училища, где он сидел за партой, оно находится в ужасающем положении. Это катастрофа в мозгах наших. Поверьте, вот мы, это здание, даже если у нас средств нет, должны были содержать, должны были за ним ухаживать, заботиться. Действительно, это наша боль. Вот я как ученица этой школы, вот мы с таким... Солнце, давайте про боль завершим. Завершим. Давайте мы с вами, исходя из того, что опять-таки мы с Валерием Васильевичем понимаем, что такое происходит в Петровске, с чем мы мириться не можем. Возьмем, сделаем все для того, чтобы и дом, где проходят экскурсии, и дети-экскурсоводы нам показывают этапы жизни Ивана Васильевича, как семья его жила, дом этот сохраним, потому что для нас это тоже история. Что касается здания училища, конечно, его нужно нам с вами отреставрировать, привести в порядок, и как правильно вы предлагаете здесь создать краеведческий музей истории времена Великой Отечественной войны, показать вклад жителей города, создать мемориальную комнату, где мы могли бы отдать дань памяти, уважение тем, кто погиб. Сколько лет уже работаете? Три года. Три года двигаете? Вот и все. Поэтому не надо про себя, не надо хоресторать. Вот вы возьмите что-то свое, сделайте, туда пригласите, а пока вы тут гости, потому что деньги мы ищем, решать задачи нам придется, и это делается отнюдь из уважения к жителям и памяти человеку. Но говорить о том, что вы вот наша новая команда, знаете, не надо про новую команду, еще ничего нет. Вот приехали сюда, уже говорят, мы новая команда, послушайте, может быть новая команда еще хуже закончится, чем старая. Оставьте после себя что-то. Тогда люди оценят. Вот у нас стоит Петровский, молодежный центр. Вот то, что можно обсуждать. Вот если оставить новая команда, то же самое. Если у вас не будут в парке израсходные федеральные деньги всплывать, тогда это новая команда. А когда благоустройство сделали, деньги потратили федеральные, а мы с Валерием Васильевичем в прошлом году слушали, что это все будет эффективно, тогда это вот новая команда. Вы сами нарвались. Потому что вам надо исходить из того, что никто не будет помогать, если вот такое самолюбование будет. Никто. Мы зачищаем те ошибки и неэффективные решения, которые были допущены не вами, пускай вашим предшественникам. Но это ошибки. Это нельзя было здание закрывать, нельзя было его бросать. Это святое место. Поэтому себя, себя, себя работать во власти, это значит отвечать за проблему. А люди скажут доброе слово, спасибо. Не скажут, это наша работа. Это наша работа. Мы ее выбрали. Не хочу я ругаться, но скажу вам одно. Вот, смотри, здесь место на море. Вот здесь вот учился Панфилов Иван Васильевич. Здесь ему памятники, здесь дети учатся. Через двор домик его. Вы говорите, вот мы хотим это здание отдать суду. А жители, может быть, его взять, сохранить и подумать, что здесь сделать для жителей. Давайте об этом подумаем. А решение отдать суду, суд в состоянии, и себе построить, и найти какое-то другое здание. Любой руководитель должен просчитывать свое решение. Чем оно завершится? Здесь же много площадей, тем более здание вовнутрь еще уходит. Одно дело, здесь мы с вами создадим Кровеческий музей. Но его правильно было бы так же сделать, не муниципальным, а областным. Тогда статус его будет другой. Зарплата у них будет больше, у краеведов в будущем. На него больше средств будет расходоваться. Вот о чем вы должны думать. А так иначе это все закончится ровно тем, чем закончилась судьба этого здания. И судьба напротив. Потому что задумайтесь, вы стали отдавать не епархии даже, а приходу, такое здание, откуда средства на содержание. И, говоря вот об этом, это муниципальная собственность. Муниципальная. Вы несете ответственность за надлежащее сохранение объектов муниципальной собственности. Прокурор не работает. Уже есть представление прокуратуры. Поэтому это здание в таком состоянии. Потому что нет ни надзора, ни контроля. Об этом речь идет. И это здание в таком же состоянии. Сколько оно вот так вот брошенное стоит? Это выявленный памятник историко-культурного наследия, не побоюсь сказать, как минимум региона. А его надо признавать федеральным уровнем. Потому что Иван Васильевич Панфилов, человек-легенда нашей страны. Идите этим путем. Сохраните его имя. А сейчас мы разговоры говорим. Деньги мы нашли. Надо теперь еще раз. Ну, было сделано. Но лучше, чтобы здесь был филиал областного краеведческого музея. А спасибо, знаете, кому надо сказать? Ему. А мы ему всегда говорим спасибо. Всегда. Иван Евхимович у нас первый гость везет. А еще Иван Евхимовичу надо знаете, что сказать? Простите, Иван Евхимович, что по молодости недоумен. И лености своей. Вот так вот поступили с памятью. Простите нас. Простите, да. Бездельников и лентяев. Вот об этом. Совсем задолго. Я вам искренне это говорю. Потому что многое от нас зависит. А молодежи надо думать об этом. Те, кто во власть пришел. Что это ответственность. Спасибо.